Следующая стадия отношений, любви называется уважение. На этой стадии мужчине раскрываются глаза, он видит, что женщина — это такое хрупкое существо, такое нежное, доброе, ласковое существо, которое нуждается сильно в защите, заботе, внимании, потому что она очень сильно чувствительна, она всё время беспокоится во всём, страдает. Ей нужна какая-то забота такая. Женщина понимает, что мужчина — это такое искреннее существо, которое всегда куда-то стремится, что-то хочет победить. На самом деле это родное такое искреннее, хорошее, доброе существо, которое всегда на себя взваливает трудности, всегда пытается победить, преодолеть препятствия или разочаровывается, когда не может это сделать, впадает в депрессию, безысходность и так далее. Ну то есть, когда ты видишь глубину, когда женщина видит не силу мужчины, его как бы деньги и возможности, а видит человека за ним, тогда это означает уважение. И точно так же, когда мужчина видит в женщине вот эту глубину, что там человек находится за этим телом, которое приносит наслаждение, находится человек, который нуждается во внимании, в заботе. Когда мужчина привлечён телом, он не видит человека, он видит только тело. Женщина, когда привлечена возможностями мужчины, его влиянием, она не видит человека. Мужчина приходит с работы, уставший, она смотрит на него и думает, почему он на меня не обращает внимания. Она не видит, что он устал, потому что ей нужно его внимание, ей не нужен человек. Когда мужчина пристаёт к женщине, он не хочет знать, хорошее у неё настроение или плохое, готова на себя отдавать или нет. Ему всё равно, главное ему хочется, и всё. Он не видит человека. Это называется жизнь страсти, в ней нет глубины. Но уважение означает, что мы видим друг друга. Мы пытаемся именно друг другу служить, заботиться, помогать. И тогда приходит третья стадия любви, которая называется верность. Это глубокая очень стадия, глубокие отношения. Глубокие, глубина огромная просто, огромная глубина. Чистые, светлые отношения, верность. Это аскеза. Такое чувство испытывать, это аскеза. Чувство, люди часто думают, что это чувство даётся просто. Кому-то даётся, кому-то нет. Нет, его надо культивировать себе. Нужно его копить. Иначе его никогда не будет. Поэтому надо стремиться терпеть близкого человека, понять, что в нём много несправедливости заложено. Просто так положено. Так положено моей судьбе. Всегда. Никогда не бывает исключений. Как только начались половые отношения, запускается эта система отработки кармы. Через нишние центры люди соединяются друг с другом. А там находится вся тяжёлая судьба людей. Когда они начинают заниматься сексом, они завязываются в узел друг с другом. Как бы у них происходит объединение судеб. И после этого начинается тяжёлая судьба действовать через близкого человека. Неизбежно. Ничего с этим не сделаешь. Поэтому надо терпеть. Надо прощать. Нужно учиться видеть хорошее в человеке. И тогда судьба смягчается через любовь. Когда ты по-доброму относишься к человеку. Любовь не означает пытаться наслаждаться человеком. Любовь означает терпеть его, принять. Сначала потом дальше уважать. То есть увидеть в нём человека. И дальше следующая стадия. Это верность. Означает чувство, что хорошо, что судьба меня связала с этим человеком. Хорошо. Я благодарен. Потому что в нём есть чистота, глубина в этом человеке. Я начинаю раскрывать в нём хорошие качества в человеке. Верность наступает. До этого времени нужно как-то терпеть друг друга. Учиться сражаться за свою жизнь. Быть первым всегда в отношениях. Видите, вот жизнь в этом заключается. Заключается в аскезе. Я улыбаюсь тебе. Надо, чтобы вы всегда были первыми. А для этого нужна энергия Бога. Нужно искать эту энергию у Бога. Молиться. И потом отдавать близким людям. Люди не знают, что отношения имеют тайну свою в этом мире. Если человек ждёт взаимности, то он погибает в отношениях. Взаимность — это благодарность. Здесь нет взаимности. Надо просто брать у Бога и отдавать другим. Не ждать взаимности. Взаимность придёт как благодарность. Она придёт со временем обязательно. Потому что между мною и взаимностью находится судьба. Пока ты ждёшь, она тебя мучает. Надо служить. Просто не ждать, а служить близкому человеку. Начинается всё, конечно, классно. Заканчивается всё печально. Сейчас начало чёрные глаза. Так всё классно. А потом печаль. И снова вижу образ твой, Мадонна. Печаль мою, Мадонна. Вот в этом слое жизни, когда люди очень сильно увлечены самой жизнью, не стремятся к приобретениям жизни, не хотят от неё какого-то счастья, удовольствия, то эта жизнь всегда полна мечты и разочарований. Самое ужасное, что она нестабильная, потому что нет глубоких отношений. Люди очень сильно удивляются. Они говорят, я так правильно относился к человеку, верил в неё, почему он меня бросил. Столько всяких слышу я случаев каждый день. Просто человек берёт, бросает просто так жену с детьми. Или мало того, что бросает, да ещё потом не даёт жене, который бросился ребёнком, не даёт выйти замуж, не даёт им жить. Постоянно мучает её, звонит, что-то хочет от неё. А сам уже на другой женился. Вообще жесть просто. Столько всяких вещей происходит. Это результат того, что в отношения не входит совесть. Совесть в отношения входит не сразу. Сначала в неё входит секс в них. Совесть — это не секс. Если у вас близкие чувства есть, это не значит, есть совесть. Совесть означает, что вы просто служите человеку и ждёте благодарности. Именно с благодарностью приходит совесть. Если есть взаимовыгодные отношения, я готовлю, он работает, нас всё устраивает, это не совесть. Совесть означает, что ты просто так делаешь всё человеку. Не сильно надеясь, что он даст тебе что-то взамен. Это подвиг так жить. Но это не значит, что это унижение. Человек берёт силы от Бога. Допустим, я молюсь, с молитвой готовлю пищу. Потом, когда муж кушает, я счастлива, что он получает благо от этой пищи. Что у неё в жизни всё будет хорошо. Женщина благословляет своим мужем. Муж наполняет жену силой жизненной. Она становится сильной в жизни. Женщина благословляет, делает удачливым своим мужем. Так должны люди быть настроены в жизни. Но если я жду что-то от близкого человека, я жду улыбки, жду взгляда, жду нежности, доброты, жду заботы. А он не может. Допустим, жена, может, у неё нет сил заботиться. А у неё может быть нет сил заботиться. Такое бывает. В твоей судьбе может так бывать. И она не заботится, потому что у неё нет сил, а тебе надо. Ты требуешь. Или женщина ждёт ласкового слова от мужа. Он устал, как собака с работы пришёл. Она не видит этого, она хочет ласки. Он чувствует себя униженным, что не понимает, что он устал, начинает скандал. Это всё означает ожидание. В ожиданиях нет любви. Ожидание означает насилие. Человек — это не Бог, он не может всегда дарить счастье. А мы должны, когда можем, дарить. И ничего стараться не ждать. Тогда будет счастливая жизнь. Но это не страстная концепция. Человек, который не молится, не может дарить, потому что у него на это нет сил. Люди, почему в невежестве живут? Потому что они вообще обесточены. Они могут только жить за счёт других, поэтому они так эгоистично настроены. Они грабят других людей в жизни, в отношении. Страстные люди тоже не сильно наполнены, поэтому они живут взаимной жизнью. То есть они друг другу помогают и так выживают. Взаимопомощь. Человек, когда берёт силы от Бога, он в молитве живёт, тогда он становится наполненным. У него из сердца есть сила прощать, просить прощение, терпеть. У него сила появляется внутри. И тогда он становится свободным. В чём свободным? В том, чтобы служить и ждать благодарности. Когда благодарность пришла, первая человек думает, «О, я не достоин такого человека вообще. Как Бог мне его дал? Я не достоин?» Благодарность такая из сердца вышла. Это означает первые ласточки любви. Вместе с благодарностью, даже когда человек благодарен, не показывает вида, у него открываются ушки в этот момент. Он с благодарностью вместе ушки открывается. И человек начинает слушать. Ты ему по-доброму что-то говоришь, он слышит обязательно, обязательно. Если ты служил бескорыстно близкому человеку, значит, твои слова он услышит. А если ты взаимовыгодной жизнью с ним живёшь, он ничего не будет слышать, чего ему не скажи, всё мимо ушей будет пролетать. А также мимо ушей будет пролетать, если ты говоришь в гневе, в обиде, в злости, в раздражении, или тебе что-то сильно надо от него, это не будет услышано. Всегда человек слышит, когда ты говоришь спокойно, по-доброму, ничего не хочешь, ничего не требуешь, просто говоришь по-доброму и всё. И тебе кажется, что как будто он не слышит. А на самом деле всё очень глубоко уходит, поэтому и кажется, что не слышит. Любовь — это такая сила, которая очень глубоко входит в сердце человека. И вместе с ней знание, знание с любовью входит. Если ребёнок вас не слышит, вы его не любите, значит. Вы от него что-то хотите, требуете. У вас не отношение бескорыстия, а отношение взаимных обязательств. Вот будешь пятёрки получать, получишь велосипед. Знание не войдёт в сердце таких отношений. Просто велосипед и просто пятёрки. Если он может, он даёт вам пятёрки, если вы можете, даёте ему велосипед. Если вы считаете, что он недостоин, скажите по-доброму, Серёж, ты недостоин велосипеда пока. Но когда будешь достойен, обязательно купим. Это любовь. Спасибо. Спасибо.